И к нам когда приезжают кинооператоры разные, они у что-то патриотизм такой, да какие-то ребятишки-то маленькие, ты их научи. Вот вы мобильный телефоном пользуетесь? У кого мобильный телефон? Поднимите руку. А кто его изобрел? Все! А интернет? Кто интернет изобрел? А у меня дети знают. Интернет изобрел Тим Дернес Ли. А вот это Мартин Купер, телефон этот мобильный, Мартин Купер. А кто губернатор? Дети сказали, Карлин, Александр, Богданович, у меня дети все знают. Кто премьер-министр, кто президент, они все должны знать. Это новое поколение. Не поддаются учебе дети только те, которые играют в компьютерные игры, они полностью потерянные. С ними ничего не сделают. Нынче я уже последний раз это брал, но если жизнь продлится, на следующий год введу в правила дети, которые играют в компьютерные игры, не брать. И их невозможно учить, они потерянные. Вот через полминуты все забывают, у него ничего нет, он глазами крутит, он не понимает ничего. Это хуже наркотиков во много раз. Поэтому детям не разрешайте играть в компьютерные игры. Возьми ее за руку, пойди, сходи куда-то в музей, в библиотеку приведи. Вы думаете, центр администрации здесь? Центр это библиотека. И не храм, не храм, а библиотека. Потому что там люди приходят, уходят и ничего не узнают. Здесь храм науки. Здесь все. А если в эти книги вы будете смотреть, вы даже не поверите, что это вы, считаете, вам это открыто. Вы найдете ответ, вот здесь 4124 вопроса я отвечаю. Это политика, экономика, социология, литература, работа. Все, во свете библии, не просто я там умничаю, как говорит об этом библия, что говорят святые отцы. Святые отцы это патристика, 300 томов, чтобы оттуда выбрать и в нужное место поставить. Я вот показывал 26 том, это 300 поэтов, там за 300 лет, и что кто сказал, и все там заключено. Мы для этого приехали, залезал. Ехали дорогой, я все удивлялся, какое место красивое. Как первопроходцы-то сюда попали. И как они, рядом идет колья какая-то, я думаю, как на телеге, как он ехал, первый человек. Он не сам по себе земельный отдел, ему нарезал землю, алтайские-то. Приезжали они, и такую страну проиграли. Пропили. Дурнины. Ни одному государству, ни одному народу Бог не давал столько земли, как нашему народу. Какие недра? Мы не знаем, самые нищие в мире. На 72-м месте стоим по медицинскому обслуживанию. А что делать? Я знаю, что делать. Бога славить. И за это мы достойно получили. А ты благ, Господи, тебе слава. Бог испытывает нас. Никогда не ропщите. А где Бог? Да куда Бог допустил? Ты допустил. Это один говорил, Господи, ну вот я женился. Девушка-то ангел была. Ну женился, ну ведьма и ведьма. Ну почему такие-то? И вот-то бы ему ответ был. Девушек я сотворил. Дева-то ева. А женщины, это вы их делаете. И поэтому они такие. Чего ты прощаешь-то? Я вам еву дал, еву-то сотворил. Безадарма. А с меня чего спрашивают? Иди никогда не ропщи. Воду Бог дал, воздух дал. Благодарить. Человеку немного нужно. Если только ты на Бога надеешься, уста твои Бог наполнит благодарность. Слава Богу. Раньше человек идет, как? Бог помощь. Эти слова-то все Бог, Бог. Бог сохранит тебя, Бог помилует. Сегодня надо вернуть людей ко Христу. Выступал недавно, ну, больше года, наверное. В Алтайской правде, это была статья. Патриарх Кирилл. Духовное состояние в разваленной стране. Сектанты все захватили. Почему? Они работают с людьми. Баптисты, пятидесятники. Они работают. Я со всеми ими работал, с сектантами. И отовсел бы у меня приходили люди, они делались православными. Баптисты, а теперь батюшки православные служат. Вот второй тур. Вот он. Как работать с сектантами. Вот третий тур для вас. Допустим, вот, ну, у вас собрались. Вы друг друга знаете. С сегодняшнего дня пригласите друг друга. К себе. И скажите, давайте собираться по воскресенью. Давайте, ко мне. Вот я дом свой открыл, ко мне люди собираются. Это просто надо жить так. Другому, может быть, и не понравится так жить. А что? А вот тут я показал, как исследовать, читать Евангелие, спрашивать друг друга. Хорошо, если батюшка будет с вами пригласить его. Но не пойдет, не смотрите на это. Он будет против. На это не надо смотреть. Бог призывает нас заниматься. Воскресные службы не пропускать. Ходить в храм. Одеваться, как положено. Видите, у нас как все одеты. У нас вот так женщина открыта была грудь. Нет, но у нас вот так нет. Я к каждой подойду и вот так пальцем проведу, скажу, ты что делаешь? Сейчас же закройся. Посмотри на мусульман, как они целомудренно одеты. Какое платье. Вот вы посмотрели, дети, как фотографии какие. Это наши дети. Нужно людей познакомить со Христом. Апостол Павел, в полстании к Филиппинцам 1.21 говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Без Христа я жизнь не хочу, она пуста. А зачем жить? Лев Толстой сказал, когда я поверил, что Бога нет, а ему было где-то 18 лет. Я сразу понял, жить не зачем. И от меня, говорит, 20 с лишним годом прятали ружье, шнурки разные, чтобы я не повесился. Один момент, как Есенин, на петлю тебя нет. А зачем жить? А когда до Христа я дошел, и знаю, то каждый день моей жизни наполнено радостным служением Богу. Я приехал в Залесово, я никогда не был. Одна наша девушка тут за Залесовска вышла замуж. Ну, а из старобрядцев. Ну, а у нас старобрядцы к нам приезжают, берут наших девчат. Ну, она тут ходит, раз одна вера, то православная вера-то. Хотел бы я найти, но, видно, не найти. Ну, съездим в храм. Алена звать, бывшая Яршова. Хорошая-хорошая девчонка была. Высокая ростом, как лозинка. Но это уже года два назад она за кого вышла замуж. Я не знаю, он тоже такой высокий парень, и будто у матери он один. Вот. Ну, мы зайдем, узнаем. У них фотографии сохранились там на телеге, на лошади там. Это девичья фамилия ее, Яршова. Так. Вы этого друга знаете. Постарайтесь встречаться вместе. Я, у меня вот здесь, в Африке. Я здесь жил когда-то 20 лет. Я-то согласен, работал. А потом, ну, такие вот. Ну, поговорил еще годика 10. А вы зачем бреетесь-то? Зачем бреетесь, пожилые люди? А мне 83 года. Вот тем более. У меня военный билет, я на военном билете сижу с бородой. На военном билете, в советское время. А я что-то я придумал. Нет, Бог сотворил так, а мужчины, а женщины, иначе. Видите, как разница. И дух, курицы, они разные. Бараны, речки, они разные. А тут так. Идет, в брюки залезла. Это гомосексуалисты придумали такую моду. Женщины платье. Не надо трогать бороду. Бог так сотворил меня. В древнем Израиле было так. Давыд послал слух там, ну, старь нас там один был. Посочувствовать, что умер царь. А другие сказали, это грешни, они шпики, подгляды. И взяли насмеялись, полбороды отстрелили. Посланникам. Давыд, когда узнал, ни одному не разрешил входить в город. А там город Ирихон, проклятие, живите, пока борода не сравняется. И была война, много погибло. Это была насмешка. Дочь одна вышла посмотреть, а там один ее изнасиловал. Она была обесчищена. А бороду сняли, они были очень обесчищены. То есть это больше, чем изнасилование. А вы берете, скобляете, зачем? Смотрите. Я возьму вождей марксизма-линизма. Федрих Айнекис, посмотрите, у нее борода. Даже родца не выжди. У Карла Марса поменьше. У Ленина бородка. У Сталина одни усы. А у Хрущева на голове еще нет. И все по порядку так идет. Вы посмотрите, это так еле действительно и есть. У нас одинаково все сотворено. И поэтому надо согласиться с этим. Просто я сказал, ты меня сотворил таким, Господи, я не противоречу. Вот картина известного художника. Представляете, Крамской нарисовал. Я подошел бы, начал подправлять. А кто я такой? Это я сказал, настоящий художник. Бог, художник меня таким сотворил. Как ему бы себя менять? А сегодня что попало делают? Мужики на мужиках жениться. Мерзавцы. Мусульман в один день бы с ними закончилось. А здесь все можно. Понижает этот сенс. Уже в 12 лет, если он что-то это не изнасилование, педофилы. Мусульмане в один день бы все это расправились. А ты хотел бы? Не хотел. У нас любовь. Я должен призвать Бога и уследить Его. Я был среди преступников день и ночь. С ними спал, ел. Ну, в тюрьме. В тюрьме, в лагере. И там Бог позволял торжествовать во Христе. Помню, начальник один такой суровый был. Там скольких людей даже убил, говорит он. И вызвали меня, чтобы ты не молился. И вот так по руке маленько ударили. И между собой они загрогатили что-то. А мое дело КГБ идет, московское. И я, ой, да вы славянский язык знаете, он начал сразу. Я говорю, я крестился и буду креститься. Это знамение Сына Человеческого. Мне Бог дал. Бабтийство в руки сложил, он так молится. Я православный. Я везде совершаю святое крестное знамя. Это моя защита. На этом крестил мир Христос. Ладно, ладно, молитесь. То есть в этом я уступлю везде, но в этом никак. Никогда. Я вот рассказываю от боя, чтобы все лежали в лагере. Я сказал, а я ложиться не буду. Почему? Я встану на молитву. Я не проходит, меня не видят. Я одевшим стою у стены, рядом с алканом, меня не видят. До того для всех было удивительно. Ширюнуть все не дают, там такая дисциплина. Я стою, я не кланяюсь, просто стою. Офицеры проходят, и ни разу меня никто не видел. Бог защищает. Если ты для Бога, опознать любовь в Божию очень легко. Надо довериться Богу, и тогда ты будешь считать Евангелие. Вот трехтомник, толкование, как понимать его. Вот если бы вот это понимали, баптистов не стало бы, 50-тиков не стало, адвентистов не стало бы. Это вот, как Евангелие, понимать написанное святыми отцами с 9 века. Притом с откровением вместе. Ну, я издал, это мое издание. Вот такое издание за 2000 лет впервые изданное. Полное толкование. Так что собирайтесь. Следующее воскресенье. Нас значит, кому-то, чтобы прийти можно было. И начинайте беседовать. Начинайте проходить вот по третьим. Вот вам руководство третий дом. Третий дом. Вот он. Это Всемирный поток. Львица. Там про себя. Гестава Таре. Иллюстрация. Редактор субтитров А.Семкин